Я попробую связать струны с теориями, которые получаются здесь, на эскалитическом предпределе, именно с гравитацией и также с треволочной теорией. Или посмотреть, как там в этих теориях может возникнуть супрасимметрия, уже супрасимметрия по отношению к взаимпостранства времени, также получить некоторые идеи о том, как строить амбитуды растения. То есть, что мы видели уже, досматривая с полуму с фермионами, на мировой листе, что, если наложить граничные условия периодические для замкнутой струны, а не антипериодические, либо рассматривать какую-то тему тоже, как мы говорили, там есть два возможных выбора граничных условий. И тоже при одном из них, который я рассматривал с фермионов, получается аспектор для фермионов, мод, набор мод, в которой частоты целы. из них, которые они есть. Вот есть коэффициент для заложения. Ну, при нас, ну да, конечно, они в сердце говорили, если не захочут. И, что самое замечающее, то есть, есть 10 ремонты, для которых антифункционные соотношения получаются, в принципе, нам известные уже антифункционные соотношения как для головного средства. Но можно так уж нормировать, что тут и двоечку заработать. Есть какие-то ножи, есть, вообще говоря, ножи, теномировочные, которые будут уточнять. Если для головочного ножа, то программа, дальше, в общем, можно просто будет измениться. Технифункционные соотношения, там, взорвать. В общем, стену. Ну, это означает, как мы уже упоминали, что 10... А ты не надумаешь действия для ферменов на это? В основном, в общем, оно публичное ферменное действие. Собственно, черный бог, и не может быть. А, то есть... Здесь это, конечно, какой-то... В основном, 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 Если ты не напишешь еще этого нампула, чтобы предназначить? Ну, вот это... Просто мы должны в номеровом листе вычтеть метрику по вот этим кардинакам уложения. Ну, и корень, и запретитель этой метрики взять. И, значит, то есть метрика h, это альфа-бета, это... Уложение поделяется. Из нее определить, если взять из этой метрики, по модулю, в поле, в запретитель, и интегрировать по координатам, которые мы используем в производстве, в общем-то, сигма и второго. Вот, сигнал с высоких координатам. Вот, вот, предназначение этой метрики. Это площадь поверхности. То есть действие просто национальная площадь поверхности, естественно. Эффициентного салости и натяжения для разуменности. Нет, а вот это вот гарантирует того, что у тебя... Ну, вакуум — это, ну, не говоря отсутствия вот этих бозонов? Ну, конечно, это нужно требовать, потому что... Иначе... Ну, просто... Гибридово пространство как еще можно построить? Ну, другой вакуум, какой-то неприятный... Я сейчас просто поясню вопрос. Вот... Знаешь, есть такой... Ну, я просто... Время назад читал, что есть такой... Хасатане механизм называется. Он заключается в том, что если ты берешь дополнительные измерения, например, в виде арбифолда... Вот... И там вот на этом замкнутом, как бы... Домоговое измерение есть тоже фирмбиологи. Для них тоже нужно какой-то... Традиционный слой взять. Вот оно не ограничено ни периодическим, ни антипериодическим. Можно с тобой фазой брать. Вот... Так вот, если ты возьмешь какой-то непривиальной фазой... Ну... Главное, что не антипериодической. Оказывается, что... Что вакуум, например, эквазонный... Имеет... Большую энергию, чем вакуум с каким-нибудь непривиальным решением. Например... Ну, там... Сам Сатани показал, что если у вас высшение в среде монополия какого-то... То... Просто действия, посчитанные на монополии, меньше, чем вакуум. Ну, то есть... У тебя просто есть спонтанное повышение. Например, эквазонный сетей. И вот над этим новым вакуумом уже будет киндритовое пространство. Ну, понятно, что если... Взялись, действительно, еще компактные измерения. Там просто... Богатство выбора увеличивается. Ну, а... Чисто для пилотичного действия, там, каких-то тривиальных... Нет, там тоже пилотичные действия. Просто у топологии... Ну, по-моему, хотя бы у топологии, да. Но она... То есть, я имею в виду, что... У топологии, что-то... Ну, и геометрия, наверное, какая-то не тривиальная. Или от геометрии, это как-то не зависит совсем. Не надо ли, от геометрии... Не, ну, там... Ну, там... То есть, у него геометрия тоже никто есть. Она всенародная там, да. Слушай, а... Кто-нибудь к пилотичному стойчему есть? Не знаю. Устойчивость. В неком смысле, если есть леосеметрия ионы, то это не устойчивое просто... Есть неустойчивый маркон. Как известно, леосеметрия. Но в теориях, действительно, которые считаются самоскоразованными, имеют простострированную суперсиметрию, там леосеметрия хионов нет. В этом смысле и раз устойчивостью все хорошо. Не, не обязательно леосеметрия, я прошу. Ну, то есть... Ну... Никаких... Там никаких, в этом смысле, нет неустойчивости. То есть, ты почти возьмешь какое-то леосеметриальное решение, уровень движения. Но для обозонов, это понятно, это просто какая-то искривленная поверхность, да? Угу. И на этой искривленной поверхности, возьмешь леосеметрия хионы с граничными условиями. Вот современные, живущие на этой поверхности с ограничными условиями, они не принесут тебе энергию, грубо говоря, ниже, чем плоская поверхность без формирования? Ну, они вообще не взаимодействуют здесь вот. Здесь же есть контрольная реальность, да? Чего нет? Вероятно, она... Вероятно, она... Вероятно, она... То есть... Да, спасибо. На самом деле, здесь... Эта метрика... Эта метрика фактически выпадает полностью, да? То есть... То есть... Конформная аномалия... Нет, да. То есть... Конформная аномалия, это... То есть... Это... Это... Условие... Если с включением духов рассматривать, то как раз вот... Кистики-разменности... Конформная аномалия, исчезанных. Не с тем... И... То есть... Это... Как доказательства, это я... Ну, да, вот теория с фермионами, значит, и есть, значит, моды, которые антикоматированную саду и в точности как-то наваливаются. Поэтому вакуумное состояние в этом секторе, оно должно быть, привозовываться по спинонному представлению губерогенца. Ну, понятно, потому что должно быть представление вот этого набора операций, которые, значит, являются галамотницами. В частности, то есть можно соорудить и здесь коммутатор их, в которых коммутаторы уже будут, как у генераторов группа углубляться. Я не понимаю, почему это не галамотница, но это же какая-то... Ну, антикоммутантов, которые полагаются, да, поэтому вот это представление, такое, например, должно быть наше глибутное пространство, в частности, основное состояние. Я не знаю, что у тебя генератор галамотницкой группы – это просто коммутатор. Для этого ты скажешь? Генератор галамотницкой группы – это коммутатор их будет, да, и в этом смысле тоже это представление именно галамотницкой группы будет. Ну, это более-менее уже понятно, что если мы имеем галамотницкой группы – это такой, то вот коммутаторы из них там между собой коммутируют, как генератор галамотницкой группы углубляться. Не, ну это же не та система, которая тебя там воспоминали. Слезать это с генераторами настоящей в пространстве-времени группы углубляться, я думаю, что тоже можно проследить, что это действительно повороты в пространстве-времени именно действительно задействуют вот эту же самую там… Что-то другое… Ну, у тебя вот эти… Где? Они же как-то коммутируют там… Они коммутируют не только с собой. Ну да, конечно, это не единственная мода. Только нулевая мода здесь, да? Группы со мной. Есть, например, другие моды. Они всеми у собой антикоммутируют. Антикоммутируют. Я думаю, у этого не есть галамотницы. Но… Ага. Ага. Но что можете сделать? Можно сделать так, что… Построить набор, чтобы вот эти между собой, и вот эти инфраструкционные соотношения, а с остальными операторами коммутировали. Тогда действительно будет полностью соответствовать галамотнице, да? Ну, достаточно просто умножить их на все остальные операторы, на аналог галмой 5. Галмой 10 за… Галмой 5, да? Оператор, если мы найдем некоторую матрицу, которая со всеми этими антикоммутирует, да? И умножим на все остальные моды, то уже это, конечно, теперь будет коммутировать с этим, да? Вместе. Ну, с этим не коммутируется, с этим не коммутирует, значит. Вместе коммутирует. Вот. Поэтому такое набор построить можно. Это правильное замечание, что тогда будет полное соответствие в этом смысле. Вместе с тем, что они тоже действительно будут вопатиться себя вести после этого. А не как операторы, которые там с оперативными феноменами, тоже начали начать. И доказательство, что на месте всех остальных ДМ написать галмой 5 на… Ну, да, пожалуйста, можно это так писать. Ну, и скажу, давайте сразу, как вот эта вот, она вот на 5 строится. Ну, это понятно. Просто произведение всех вот этих вот… ДМ. Ну, по-моему, есть. А вот там, 5, 4 строится. Убедится, что оно антикоммутирует со всеми. Ну, конечно, в какой-нибудь ив можно подобрать и знак по вкусу с отражениями. Все равно мы будем эти коммутировать со всеми нашими этими. Это зависит от того, как всегда. Там. Вот. Важный момент. Действительно. Построить это у оператора можно только… В чёрном. Только в точном чёрном. Ну, это хорошо известно, да, что… Если мы его ввели, тогда можно разделить спиноры на… Спиноры с собственным значением плюс и минус единичка у оператора. Да? Ну, если мы там еще… Именно единицу подобрали. Чтобы именно… Плюс к минус единичке, это, собственно, значит, что в квадрате… Буквально будет единичка. Тут тогда что-нибудь из тех, которые… Может быть какую-то… Можно подогнать… Такое. Это будет единичка, тогда, собственно, начнение плюс по минус единице. Когда мы, значит, на тейтуре, на блок пространства половинной разнояности можем разбить, это веерский спинор, называется, условие, что, собственно, значение определённое, это условие веер. Что тут можно сказать, уже сразу сказать, вот, про спиноры в произволе разнояности, к чему мы, собственно, подошли сейчас, да, к обсуждению, можно размерность сразу сказать, какая? Каким образом? Ну, просто вот это вот пространство, спинорное представление, можно построить таким стандартным образом, выделив из этих голоматриц комбинации, которые ведут себя как оператор рождения и уничтожения. оборудование, чтобы есть резвер. То есть, вот это вот… — Какую размерность тут? Разморность он на матрице? — Ну да, фактически, у нас здесьNаматриц, вот эти вот вот, эти вот к вот, першколы, да. — Наверное, в нас таки нет, там, в дыру, поонсе нет? — Ну, вот, я хочу это обриснуть для всех. С intensity не все знают, получается, какая размерность как она зависит от размера сетей в космосном доме Что действительно нужно из этих операторов, которые в квадрате дают плюс-минус единичка То есть единичка для всех, кроме графа 0 А данные занятия коммутируют Можно их разбить на пару, но одна может остаться нечетно всуточной Без пары Давайте безусловно рассматриваем Разбили на пару И, скажем, д 0 1 плюс и д 0 2 плюс-минус Такие комбинации построим Ну и посмотрим И, ну, остальное тоже на пару Так 1 и 2, так 2 и 4 Ну и д 0 с нулевую, с 2 минус 1 Ну и антикоммутаторы между ними, если посмотреть То, значит, между разными парами антикоммутация сохранится на ноль Да, антикоммутаторы будет А внутри пар, значит, антикоммутаторы будут уже другие То есть теперь в квадрат будет ноль Потому что сокращаются квадраты этого И здесь мин единички, да Сокращаются А прикосное произведение Это антикоммутаторы Которые тоже, да Это антикоммутаторы ноль А, значит, между плюсом и минусом В антикоммутантах Константа какая-то там, да Можно так переменовать, что 1 была А, где? Да 1 1 Ну, соответственно, мы получили набор антикоммутаторов рождения Уничтожение фермеронных И поэтому Это представление построить Можно старатным образом То есть Выделить состояние, которое все операторы Уничтожают, например, с определенным знаком С минусом, например Уничтожают И действуя на оператор рождения На него построят, значит, все свои состояния Число их, значит, будет Если Д было 2 А там Число, значит, Размерностного Представления Будет 2 степени Так, да Что можно брать или не брать, да Каждое время отрождения 2 степени Возможности Уничтожение Поэтому Значит Видно Что Все В общем Есть только одно Непривативное представление И Размерность Его Задана То есть Практически Мы Взяли Какое-то Другое Представление Можно Непривное Условие Время Что Гамма АП Имеет Определённое Собственное Значение Это Разобьёт Пусть Пространства И Поскольку Значит Генералы Груководится Мехалатичные По Тенгавым Матрицам То Значит Повороты Груководится Груководится Ревозование Действует Внутри Этих Мельвистских Отпространцев Действует Внутри То есть, неприводимым представлением Глуб-Локенса это является по один из этих половинских структур. Что еще важно, конечно, вот еще важно рассматривать действие зарядного сопряжения. Что такое зарядное сопряжение? Это вот, если мы рассмотрим вместо этого набора матриц-контракционный сопряженный набор, то у них функционально-технологические решения те же самые. И поэтому они должны продолжаться, быть конец к этому исходному набору. Две кресла или нет? Я думаю, комплексное сопряжение просто. А что такое конкретное сопряжение? У тебя же все были инфраторы какие-то? Ну, пусть мы представление взяли. То есть, это уже зависит от представления? Да, зависит от рассуждения представления. Взяли представление, в нем какие-то матрицы они представляются. Могут быть они комплексные. Поэтому это очень интересный вопрос. Что такое сопряжение происходит. Но получается, значит, после конкретного сопряжения тоже набор с такими же антикомутаторами. Поэтому у них вот это представление для них тоже фактически является представлением такой же алгебры. И все такие представления эквивалентные. Поэтому должно это получаться преобразованием подобных. из исходных матриц. Либо исходные. из исходных матриц. Ну, в общем-то тут же, что и в теком мере. Та же заявку. То есть, можно уходить. Ну, дальше стоит вопрос. Можно ли выбрать такое представление, чтобы эти матрицы взаимосопряжения были бы просто единичными? Ну, вот оказывается, что в определенных размерностях это можно сделать. Да, нас интересует, в первую очередь, десять измерений. Можно просто указать в явном виде простой, так сказать, десять измерений. Вот набор галоматриц вещественных в десяти измерениях. Ну, выписывать их, наверное, я не буду. Может, можно проверить? Может, проверить? Для производного числа изменений. Для производного числа изменений, естественно, конечно, сколько угодно можно представлений тоже дать. Но что там оказывается важным? Важно, наверное, что вот есть набор таких вот сегма-матриц с таким галакамером. Вот. 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 Восьнемерный. То есть. Слепили, движения, ставили, водоросли. Да, так далее. И коммутируют на силу оконуктера. Антикоммутируют на силу оконуктера. Вот такую ангебру можно найти. И при том, где все сигма-вещественные. Вот. И с такой... Дальше это уже позволяет тогда... Что делать? Что если мы в какой-то размерности нашли даграмоматриц, представление там с какими-то свойствами, такими вот при сопряжении, как они там меняются. То есть, в принципе, мы можем умножить на вот эти сигма-матрицы, как произведение взять, да? И, конечно, не такие сигма-матрицы надо умножать, да? А как брать? Какие комбинации брать? Нужно из них, во-первых, взять произведение всех, да? Восьминку, где есть соответствующие сигмоносы. Ну да, то есть, легко увидеть, что вот в связи с тем, что есть такая вещественная ангебра восьминкумерная, то, используя ее, можно, значит, если у нас есть в какой-то размерности вещественные гамматрицы, то, значит, есть они во всех размерностях, включающихся на кратную восьмину. Целое число, да. То есть, а в Думерии у них есть по этому месту? В Думерии, да, как раз, ну, уже выделен этот набор Ро. Это именно, можно взять такие матрицы. Ну, можно и седьмой два мяча, да? Ну, и дальше, используя вот такой набор вещественных сигмоносососомерных, мы можем построить уже вещественные гамматрицы в десяти измерии. То есть, мы каким образом это можем сделать? В десяти измерий понятно. Это же, в смысле, следующее, только шестнадцать? Не, я что-то не прав. Восемь мем это что означает? Не-не-не. Мы можем, значит, добавлять. То есть, вот два плюс восемь мем. То есть, в размерности, которые у нас уже есть, вот в Думерии вещественных гамматриц, с помощью другого набора сигмоносососомерных мы можем построить вещественные наборы. Ну, это как именно, это вот как-то слегко показать, просто там сложно выписывать. Ну, и не сложно, конечно, тоже можно, именно какие-то сигмонососы восьминерные. Но, а уж как из них построить набор гамматер десятилетных, это вот несложно показать. Давайте, сообразим, значит, вот эти двумерные, значит, нужно, чтобы они мутировались со всеми остальными. Да? Поэтому, значит, их нужно умножать на произведение тех, вот, сигма, просто дать и без индекса. И дальше у нас из восьмин вот этих давайте тоже построим. Ну, эти между собой, эти функциональные соотношения правильные остались. Теперь давайте просто добавим вот эти, какой у них эти коммутатор будет с задания. Ну, за счет вот этой, вот, будет какой-нибудь мальчик на терапевт, да? Поэтому, можно просто на единичку, просто по диаметру. Ну, там и знак у тебя был правильный. А, у тебя что, пространственность плюсом это? Да, пространственность плюсом. Да, пространственность плюсом. Поэтому, все, все сходится, да? Что-то мне не... После поднимого, там, без людей же, вот, из него, если 10 становится, а так считать, антикомпута там, вот, с 8-ю, из него, с 3-ю актерицы? Где? Нет, здесь нет. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот эти сигмаиты, им было 8 штук. У них размерность была, значит, 2 в... В какой? В 4-й, да? В 16, а не будем смотреть с нами. Там 2 петли, все осталось. Там 2 петли. В общем, еще вот мы произведение на 2 на 2 дБ. Это, получается, 302 на 302. Так что, ну, так можно и вещественный набор тоже построить. Ну, да, если можно указать вот тут, как бы вещество. Ну, это можно указать там. Из 3-х сигмоматриц, произведение 3-х штук, можно там комбинацию такую с такими инфекционными отношениями написать. Не схоже. А это... В других размерностях нет, да? Ну, дальше вот в таких вот это будет, а в других размерностях там либо, значит, можно, если сделать вещественные гомонатрицы, в 4-х мере, да? Можно сделать вещественные гомонатрицы, но гамма-5 оказывается чисто аминной при этом. То есть там... Не понял. Комонатриц ты же говоришь там и домножим по... А, и там фиксируется другими соображениями, чтобы логат был единичка, а не плюс единичка. Вот этим уже зафиксировали, а после этого, значит, он может в этом представлении оказываться либо вот... Профициальной мимо единички, чисто аминной, либо чистоещественное, да? Вот. Ну, и в 4-х измерениях как раз он оказывается чисто аминной. В 4-х измерениях ты такие сигмы можешь... В 4-х измерениях ты можешь какие-то найти, да? Кажется, через гомонатрицы. Ну, нам там не это надо. Нам надо в 4-х измерениях реально, чтобы вот именно гомоналицы были вещественные. Ну, вот, если я был, например, Гульковского. Да, да. По самостоятельному. Нет. Ну, в 90-х измерениях ты в роли 4-х можешь найти такие? Потому что гомон-2 у тебя там только и там. И это и оно там и гомон. В 4-х измерениях нельзя. И гомон-2 это за новую гомон-0, а и гомон-0 за новую гомон-2. Тогда у тебя все... А, нет, чуть-чуть не только. В 4-х измерениях получается. И гомон-1. Да. Вот такая отликовая вопрос. В 4-х измерениях. В 4-х измерениях. В 4-х измерениях. Поэтому, то есть периодичность с периода 8-х. Шагом. Разменности. И вот, ну, видим, да, что можем вестимерно вести гомон-матрицы вещественные. И соответствующая вот эта вот матрица, она гомон-5 оказывается вещественной уже в этом случае. В то время мы в 4-х измерениях можем вот это вот маянерское вещественное ввести. Можевевское отдельно. Но одновременно эти условия наложить. В общем, да. Уважается в том, что вот в маянерском измерении гомон-5 чисто не видно. То есть тебе гомон-5 нужно естественно, чтобы у тебя каждая... Если мы... Проекта... Да, да. 20 человек. Если мы проектов построим, скорее, с определенной экиральностью, то если он у нас будет содержать в немую единицу, то, ну, понятно, мы уже комплексные... Проецируя на определенную экиральность, мы будем комплексные получать со стиректора спиной. А, значит, если мы вещественные возьмем, то мы на определенную экиральность не получим. Поэтому либо одно, либо другое. И они эквивалентны, на самом деле. В общем-то, эти описания впечатают. Вот. То есть... А в десяти, оказывается, можно. То есть, наложите, давай тогда скажем, как у нас размеры за счет этого меняются. Что, в принципе, каждое условие в разуме уменьшает возменность. Да, и... Ну, если... Ну... Хорошо. Значит, мы забрали со спиногами. Давайте представим, как мы уже выбрали размерность по составлению на десять. То есть, ты говоришь, что там вот, вот при таких условиях ты можешь делать фермионное пространство, а тебе распадется на два, во-первых, с разной экиральностью, а во-вторых... И вещественные. Да. Такая особенность. В принципе, на том подходе, к которому мы до этого смотрели, в общем-то, не закладывалось, а так со самым лучшим. Что именно разъявности десять. Такого вот этого факта. Не знаю. Нет, вот интересно понять, откуда десерты делятся. На самом деле... На самом деле, ну, мы увидим, что там дальше, конечно, еще разные, так сказать, требования в смысле согласованности есть, которые дальше в десятку требуют. Ну, понятно, что должна быть суперсимметрия в пространстве глибов. Мы сейчас к этому перейдем как раз и посмотрим, какая там эта теория получается. И там, в принципе, конечно, начинка что-то более жестко фиксирует размерность. В отличие от бозонного случая, где, в принципе, более-менее от размерности к размерности качественного чума не нравится. Ну, 32 на 32 они, конечно, но, в принципе, их, да, можно разбить на... Да, можно 16 на 16 здесь брать, уже в Ельевске, да. 16-16. А если есть, то получается, 8 вообще, бывает. Не-не-не-не-не, уже в чем-то пирай месте. Просто в Ельевске, наверное, можно… В Ельевске, в Ельевске, в Ельевске, 12, и 16. Можно… Да, конечно. В Ельевске… Давайте, значит, что тут надо сказать, что мы, конечно, не рассматривали очень аккуратно спектр возбуждений, то есть струны, но если это сделать, то там можно разглядеть безмассовые состояния, какие там есть. Что замечательно, что безмассовое состояние, значит, с какими спинами там имеется. Для открытой струны оказывается, что нет состояния векторное и спинорное безмассовое. А для закрытой струны со спинами двойка. Со спинами двойка. Три вторых. Также скаляры некогда. Один обязательно есть, могут быть и другие. И еще могут быть и есть там состояния, описывающиеся александричным клянзером с неких конческом индексах. Вот откуда они берутся? Болевые. Три вторых. Для замкнутых. Для замкнутых. Вот в частном случае этого могут быть и векторов рожан. Ну, просто казалось, что у тебя же есть милевые моды в трансляциях. То есть, трансляция, она тем не менее изменяет зрительность просто с милевой модой. То есть, в этом году как было? Ничего. Ну, как бы с каким бы полем я бы это не стал бы связывать. То есть, с трансляцией, это фактически трансляция, это фактически трансляция. Но если трансляция, я смотришь. Поэтому там, да, есть, могут быть в части теории векторные поля и дезаповые створы. Но, значит, сейчас скажу, откуда они переберутся. Тем не менее, трансляция поверхности, которая изменяет зрительность самая. Ну, до которой тебя же и есть. Трансляцию вдоль поверхности. Не вдоль поверхности. Вот, например, если ты берешь, ну, для отдыха в четвертой, да? Ну, например, в Мерлин, да? У тебя, ты можешь, например, построить, ну, не знаю, как там, салитонное решение, да? Ага. Ну, вот оно, трансляционное инвариальное. Где-то ты можешь в любой месяц, в любой точке его поставить. Поэтому у тебя всегда, ну, так сказать, есть долевые моды. Если ты осмотришь, ну, возбуждение вас... Решение – это не инвариантно. А? Решение – не инвариантно. Решение, решение. Решение, решение – не инвариантно. Но, так сказать, если ты посмотришь возбуждение над этим системами, то они имеют нулевую моду. А нулевая мода – это просто переносы, ну, ну, в этом. Ах, да. Вот тоже здесь поверхность. Если ты её сдвинул в какую-то точку, то это соответствует просто изменению поверхности, другое. Это и есть некое возбуждение X. Вот эти возбуждения X, они должны быть на любую моду, поскольку стиль поверхности, сам по себе, в фруктуру примерного постанции, он ничего не меняет в действии. Нет, но все-таки, если ты говоришь именно про сдвиги на мировом листе, вот эти примеры, тогда они не меняют, на той мере они все-таки положение поверхности меняют. Нет, положение поверхности меняет. Там такая аналогия свечи йодли, поэтому... Нет, смотри, ты взял поверхность, ты йодри взял чуть-чуть, да? Вот это смещение, смещение, ты можешь просто разложить по X саму, по X мю. То есть, это, вот такой, в процессе дикт-порядности, это есть просто некое возбуждение, но это неисходное поверхность. Вот это возбуждение, оно должно иметь любую энергию, сколько угодно. Нет, конечно. Я думаю, что так импульс можешь вылезти, если ты от этого курса. Конечно. Он же показывал разложение. Там есть вот члены, соответственно. Давай модно, да. Как вы говорили, импульс. Ну, вообще, на любом моде еще там. Ну, конечно. То есть, не как бы есть, конечно, да, но... Но, действительно, это вот сдвигу в коснастовое время не соответствует. То есть, ничего другого там... Потому, это не есть мод. Я понимаю, если импульс, это вот в дверии сдвиги? Нет. Вот импульс именно в коснастово-временной. То есть, ты можешь именно вывести, сохранить коснастово-временного импульса, именно рассматривать с длительной высотой деревни. Да. Да. Ну, естественно, основная линчика вот этой струны, она же у тебя нарушает? Конституционная вероятность? Так? Угу. Или не нарушает? У тебя же нет струны вниз отличающей струны с нами, нет? Нет. Ну, вот ты можешь на классическом низовом уровне начать посмотреть. Понятно. Ну, то есть, она у тебя стоит на месте. Ну, то есть, сама трансляционная вероятность нарушена, так? Угу. Ну, вот я и говорю, отклонение от этого. Ну, точно так же, как и с селитоном. Если у тебя селитон, это классическое решение, он стоит на месте, то его трансляция, это просто возбуждение над исходом селитона. Так и будет. У тебя мода, чтобы было... У тебя же должен быть эффект антический. У тебя есть без изменения, так сказать, его медевая мода. Да, я и галитенеанс смотрю собственно- честно. Собственно, чисто я галитенеанс лежать номер. Ну что там есть соответствующие эти сомнения вклады. Чувствуется, что таким образом, ну, можно сохранить мюнер бульса, вывести. И он действительно связан с номерной модой. Правильно. Ну, больше каких-то вот, я не сильно понимаю, что в теории поля, ты говоришь, что есть всегда одолеваемые, да, любых решений, да, какие-то, или нет. Я не знаю, что если у тебя какая-то инноваря нарушена, то у тебя появляется голостовый, да? Ну, любая вода, там это безмассовому полю, соответственно, естественно. Ну, в общем, тут придется поверить, что полей не возникает именно тех, которым определялись именно с двигом. Почему по 9? Ты же для обознанной струны выводился? Ну, спектр, нет, ну да, но если внимательно смотреть на спектр, там видно, что векторные поля для открытой возникают, то, что ты говоришь, вот эта штука, она приводит, вот в этом разложении, у тебя там есть сумма по колебаниям, а есть два сфера, там X и P тоже. И вот эта трассляция, вот в этих двух сферах? Ну, а мода, оттенок, инипус и сердце. Ну, эта мода, это действительно мода в... Действительно, немножко просто разные, действительно, вещи. То есть, мода в разглашении вот этого вот поля струны и состояния. То есть, вот это вот сохраняющийся оператор, можно найти вот этот I+, да, на любую моду. А мы сейчас говорим, фактически, об отдельных состояниях сейчас, с нулевой массой, в частности. То есть, то, что я выписывал, кстати, есть же и... Да, есть же... А, безусловно, есть, конечно, еще и массивные, нужно вводить разные поля с массой большой, там, порядка струнных характерных масс. А именно те, которые оказываются безмассовые, я сейчас выписывал. То есть, вот это... Чтобы именно осматривать движение низко-этическое. Ладно. Подожди. Вот это... Этот тахион, он... У тебя, вот, для этой конкретно, для конкретного случая, когда у тебя есть, значит, десятимерия, он у тебя остается или нет? Вот. Можно убрать, еще, выделив подпространство в геористом пространстве. Вот сейчас давайте, действительно, мы к этому придем, может быть, чтобы не прискакивать, я клянусь просто сразу после вот этого набора боли. Чтобы для этого отшел. Если это не то, то есть, ты постамплил на пенхэппинг по проводам карта и показал, что нулю, дядя. Вот. Почему эти состояния безмассовые? Ага. Какие состояния были? Не могу с помощью. Ну, там, ну, просто, соотношения, содержащие и ноль, да? Там, где замки в струк, там, два, независимых, вот, есть. Тогда там можно сумму взять. Вот. Та же штука. Она содержит, во-первых, квадраты, да? И плюс некоторая сумма операторов, которые работают как целое число по национальным. То есть, здесь вот. Вот. Афэштрик. Афэштрик. А здесь, скажем, такая вот сумма с целыми коэффициентами численных заполнений. Нет. Как по фермионным, так и по бомозонным. Разно. Вклады есть. Фермионные, бомозонные. По-разному. Для каждой моды число заполнения ложится еще на номер, собственно, на целое число. Ну, и, в принципе, тут по каждой координате вклад есть. Вот. Ну, и условия, значит, что с некоторой сдвижкой, то есть на целое число, вот этот, не на целое, а на некоторое, которое надо найти еще число, вот этот оператор заполняет состояние. Некоторые, это условия связи, да? Он дает способ найти b в квадрате, чем у меня. То есть массу квадрате. Ну, и вот дальше, из неких сопряжений надо подбирать вот эту вот константу. Ну, оказывается, что невытирочивый выбор такой, что, значит, оказывается обезмастливыми. Ну, и, в принципе, некоторые вот низколежащие возбуждения, с некоторым только одним, там, числом заполнения единичек, остальные все равно единичек. А те, которые... В общем, мы, конечно, сильно аккуратно, поскольку не рассматривали вот это вот, какие-то синюрисмассы оказываются, то мы там не выводили вот этот набор, но при более аккуратном рассмотрении можно... Найти набор соответствующий. Я просто опишу результат, что там получается. Ну, давайте для замыкнутых стволов. Сейчас вот, в случае, где есть именно полутон стеновые частицы. Там, значит, у нас есть налево и направо бегущие моды по отдельности. Вот, оказывается, что вот эти условия на рампромонной и нюрш-шварца можно в этих секторах независимо... То есть, я на левый бегущий, а на правый бегущий мод независимо на подруга накладывать. Вот, соответственно, четыре возможности возникают. Когда налево и направо бегущие условия не очень шварца, то есть антипериодические условия. Либо, значит... Ну, два отличаются перестановкой левого и правого, поэтому совершенно ограниченные. Поэтому, как бы, двойный набор вот этих вот... Так вот, направо бегущие левого круга. Вот, на что я таким образом... Не рискнувать в стволе работы, т.к. Кое-к. Ну, я так, к п fame. Далее... То есть, если взять в качестве свободных состояний набор всех возможных, можно рассматривать растения, когда переходят из одного состояния и другого, даже много разных частиц растений, N-частичных и там с производным сочетанием. Единственное, что, конечно, некоторые будут зануляться из-за условий, что если в шоффермионах должно быть четное число, то есть и таким вот другим причинам некоторые тоже оказывается, что они взаимодействуют, каналы можно выбрать. Это как раз, когда мы сейчас перейдем к сравнению. Да, вот N-CM, прямо сейчас давайте тогда обсудим, что там оказывается. Оказывается, что действительно не все состояния здесь, то есть выбрать можно так вот, да? И дальше, если бы, конечно, все между собой взаимодействовали абсолютно, никаких симметрий бы там еще, наверное, не отмеченных не было, то, значит, пришлось бы все это рассматривать тогда бы не делюсь. Оказывается, есть такие заклонные одноискетные симметрии еще, которые позволяют выделить здесь взаимодействующие из-за величины с тобой отдельно под пространство выделить. А что это за квантовое число такое, я думаю, только вот выделяю пространство? Ну вот, в секторе Ниле Шварца можно просто посмотреть, каким числом фемионных операторов получается из основного состояния данных состояний. Ну и оказывается, что можно выделить, значит, пространство с определенным значением, но дальше возможности две, конечно, можно с четным или четным взять, да? И в основном, например, в основном состоянии. Вот, но выбирают тот, чтобы, значит, выбирают... Сейчас, что-то я не понял. У тебя это похоже на какие-то... Выбирают какой-то, чтобы как раз вот этим условиям выбросить с интенсивом основное состояние. Правила свитеракула типа, да? Ну, когда мы это рассматривали как модель семейных взаимодействий, это называли G-четностью. G-четностью? G-четностью, да. То есть тогда это... Ж-четностью совсем другое. Нет, по крайней мере, та, которую я знаю. Поскольку в этом секторе, скажем, если в отдельно открытые стулны, из условий не в Швейце рассматривать, то получается бозон исключительно. Несмотря на то, что там имеются альтернативующие авиаторы, из Думерии взятые, но все равно там состояние бозона. То есть если рассматривать сектор, который минус единица в степени F равняется плюс единице, да? Нет, ну на самом деле тут все вообще в этом, в этих конечных условиях антипериодических, так много, все состояния бозона, что там вот этой нулевой моды, сказать, там не входило. Там моды, по которым это разобляется, через то, то есть они все полуцелые, начин셔서 одно-второе там пайдер. Таких вот... Нулевой моды просто нет, поэтому данная матрица, сказать, в алгебну не входила там. Никаких спинулов вообще нет, есть только целые спины с остальными Это все бозоны, их там пытались отождествлять спионами Некоторые из них состояли там, самые легкие И там, естественно, в отделе G-чурность называли Но это, скажем, эта технология уже ушла Просто вот то, что важно, это то, что число оформированных операторов Которым из-за самого состояния не рождается, это можно посчитать Какой там у нас буквой назывались Ну, пусть тоже как D у нас с полцевым индексом При зарядении G-четыре Сколько их есть, да? Четное, значит, можно посчитать Фенонограф рождения И, значит, взять такое фанатное число Ну, понятно, G-четное или нечетное число надо брать То такое, чтобы в оставшемся пространстве не было трихеона, да? То есть трихеон как раз мы хотим этим условием запретить В этом сердце, да? Ты же говоришь, что у тебя там нет фенонарных состояний В простах, в современных фенонарных нет Операторы, антикоммутирующие есть, да? А-а-а-а Антикоммутирующие для него операторы есть А вот это, F, это считает число именно вот этих операторов антикоммутирующих Которые струнерия взялись из изложения струнерия на любом аисте Ну, а почему такой нельзя выделить пространство других? Тут тоже, именно и там надо выделить Но поспорим, он просто немножко Просто пока ты взаимодействие не рассматриваешь, ты можешь выделять, пожалуйста, держать Да, да, можно просто рассмотреть взаимодействие Там видно было, что действительно не взаимодействует Нет переходов между этими секторами Реально, с разными разными часов Поэтому можно так сделать Но, реально, вот этот способ Конечно, надо в остальных секторах тоже этим трупом завести, да? Ну и То есть, именно, вот и мы для Невишвайца рассмотрели Для Рамона тоже надо рассмотреть, что там за условие получается Но там у нас вообще фермионы, да? То есть, полуцелым честного состояния Поэтому там, оказывается, вот что можно сделать Там из основного состояния, которое спино Можно выделить состояние с определенной керальностью А из других, из возбужденных состояний, значит, брать спиральность Там она, например, с определенным значением, скажем, делится, да? Ну вот, вот эта операция, которая выделяет пространство, ее рассмотрели Гриотцы, Шерк и Олив в 1976-1976 годах. И что она позволяет сделать? Она позволила избавиться от лихионов полностью. А кто верил? Джирисол, это первым буквам фамилии автора. Гриотцы. А, то есть он итальянец? Да. Шерк, француз, Олив, британец, как сказать. И, значит, вы знаете, мы видели, что картохионы исчезают. И, кроме того, значит, теория, во всей видимости, имеет пространство-ременную суперсимметрию. Почему? Потому что, вот если, во-первых, спектр масс состояний, спектр масс такой, что состояний с заданной массой бозонных и фамилионов одинаковое число. То есть можно, как бы говоря, произведящую функцию вычислить, которая позволяет пересчитать, да, вот эти вот состояния заданной массой. И для бозонных и фамилионов состояний совпадают, но очень интриарно, которые сами. Они выглядят, прямо, очень посчитаны, совершенно по-разному. Но вот, вы имеете в виду, что в Якобе в 19-м веке я получил, для вот этой функции, для бозонных и фамилионов совпадают. Вот. Это раз. Во-вторых, значит, ну и для бозонных и фамилионов и фамилионов, которые подсчитывают у нас число состояний, заданное аппаратом массой. Понятно, что можно взять этот оператор, грубо говоря. Ну, может быть, вот без этого. Вот этот, собственно, оператор. Можно его видеть. Могу подсчитывать, сколько заданно. Как подсчитывать? Понятно, что фермионными секторами являются вот второе случаем здесь, когда запрессируют. Это прямое произведение фермионово-базонное, а эти, прямое произведение фермионово-базонное. Если так прочитать статсума, то совпадают. Они, ну, довольно-таки, один образом, потому что буквально статсумы, которые прямо получаются, они в два раза будут участвовать в произведениях, а эти произведения оказываются на самом деле одинаковыми. Ну, для низкоидостоверных мод, в частном случае, тоже еще можно более это посмотреть внимательно, тоже получается согласие. При том, что еще получается, вот сейчас мы к этому постепенно перейдем, что взаимодействие этих вот безмассовых мод получается именно, описывается действием супергравитации, соответствующей стиме. В тот момент, когда вот это вот рассматривалось на уровне террорист-суперстук в этих работах, еще действие нестимерной супергравитации не было написано. Мы написали только вот после этого, но и мотивировка была, конечно, такая, что предсказывает существование супергравитации. Ну вот давайте, значит, вот про эти три случая скажем, из них какие именно моды безмассовые получаются. вот оказывается, что, значит, элитон, а также один симметричный фенза и один скаляк получаются из вот для всех от СМС. Это часть, так в самом деле, во всех темах присутствует, содержащих замкнутые струны. Это такой бамбазонный сектор. Но он немножко отличается от тех, которые берутся из еще одного базового сектора, из 4-го года, вот случайно, из кавиаклантин, его деватон называют. Это вот MSMS-сектор. Дальше фирменные моды берутся из вот этого случая, из того, поскольку их для замка и стуны два таких набора, то получается двойный набор на самом деле. Это вот, это вот, фирменные, вот, из массовых. То есть, но спина три вторых получается, постоянно три галитина. Получаются еще и со спины одна вторая здесь. Хорошо. Спир. Ну и поскольку их набор удвоенный, то можно сообразить, что эта супергравитация для замка и стуны получается не минимальная, а расширенная с НРВ-2. Дальше, значит, в этом секторе получаются симптично-интенциальные размы. Возможно, два случая, которые я проскочил здесь, когда говорил, значит, вот об этом условии. Ведь это условия в фирменном секторе можно накладывать, значит, вот этот период есть два, да, здесь, на самом деле, под сектором. И можно наложить условия так, что будут безмассово много, скажем, ну, одинаковым образом наложить их нужно, да, здесь, в этих секторах. И можно так, что предположенную, в одном случае плюс единичку поставить, в одном случае плюс единичку поставить, в одном случае плюс единичка. По отдельности они, конечно, совершенно равнозначные, но когда их, значит, держите, да, то важно, значит, одинаковый, действительно, знак, и разный. Это вот две такие возможности есть, да, в одном случае терральность, например, где-то вот одинаковая, требуется в этих секторах, а в другом случае терральность противоположная. Ну, и случай этой сложной реальности называется, значит, теорией типа 2А, а в случае одинаковой терральности теория типа В. То есть в теории типа А правая и левая асимметричны, а в теории типа В есть уже терральность сразу. Ну, и в теории типа А вот эти асимметричные тензоры получаются с нечетким числом индексов, то есть там есть еще вектор в том числе. А в теории типа В, значит, асимметричные тензоры получаются с нечетким числом индексов, то есть там есть искаляр, асимметричный тензор и четвертого асимметричный тензор с аналогами. Четвертого асимметричного тензор с аналогами. Четвертого асимметричного тензор с аналогами. Четвертого асимметричного тензора с аналогами. Дальше можно наложить условия, что они должны быть противоположными знаками. Вот это и есть условия самодойности. Которые, оказывается, необходимо накладывать на вот такую ноту. Вот, значит, какой фактический спектр здесь? Ну, давайте я просто... Какое действие напомню? Общий вид спинолизации. Ну, понятно, что для герметона, для семейничного тензора вклад в действие с колерами венчин определяется. При, значит, в нижнем порядке есть строгаемые, которые там содержат больше производных отметрики. Их обычно можно включить с соответствующим размерным множителем эффектных содержащих. Они, безусловно, есть. Но сначала можно рассматривать низший порядок по разложению, по числу производных. Поэтому там вот есть, значит, с некоторым размерным коэффициентом, возможно, что-то так написать, так сказать, постоянную низину. Может быть, физический смысл, насколько вы уже какие-нибудь размерные константы. Вот. Это чисто, значит, с герметоном собираемое. Но дальше, конечно, одно действие еще. И вариантность будет под запятилителем нажавиться. Дальше. Дальше. Этсиничные тензоры могут входить, опять же, если с нынешно что-то производных, выбирать стандартно в виде квадрата напряженности поля, соответствующих. Как-то, например, с синичного тензора, там, понятно, что можно взять производную и антисинкризировать. Ну, метрика при этом двигается для токомического, то есть, корректно-корректно-разводного или обычного братья не должно быть известно. Потому что все синичные кристрофили, антисинкризные части, отсутствуют при синтризации в УТМФ. Поэтому, значит, здесь такой вот, давайте писать, H, как у нас называлось, H, да, вот, антисиметричное поле. Вот, как у нас есть напряженность, напряженность, поисковка, источник, да, и с отличным конструктором. Конечно, с каким-то коэффициентом там можно подобрать так, чтобы много раз индексы встречаются при остановке, чтобы это скатить. Скатить при желании можно на повторялку, где видите n, это число, на двоечку. Это уже, конечно, вопрос соглашения в конца. Для скаляков есть понятие, что градиенты. Там обычный позоветий. Это входит в минус G, лучше общий множительный, как можно написать. Я набором из рамона с сектора синдричных падений то же самое, что и для экспериментального тензора. Но здесь еще есть действие скаляра, поэтому скаляру можно еще включать здесь в качестве множительных функций скаляров, но в частности вот есть диватон. У диватона свойство есть, что сдвижка его значения на константу должно менять константы взаимодействия для других коллег. Это означает, что он в виде ефтепени, некоторых показателя, может быть, здесь и часовые, которые начисляются, конечно, если на легкое фиксированное установление. То есть, здесь, значит, могут быть экспоненты везде, снять, например, свои показатели. Значит, мы можем сделать эти предъявления подъемных программ, может быть, с проблемами сделать респекта своя, чтобы показать. Ну, вообще говоря, вот у этого и здесь, и здесь разные по-разному ходить, а у разных вот этих, ну, тоже зависит от того, что здесь мы выбрали. В принципе, то есть, вот здесь можно добиться преимущественной методики, чтобы здесь, прямо нынче, не было экспонента. Следующий показатель. Это называется Эйнштейн-фрейм. Тогда, кажется, сильно золотонно контролируется просто количеством производного тела. Ну, а там, ну, дальше вопрос, ну, не, ну, изменение степени вот этих показателей при таком прямоштабировании определяется числом индексов там, действительно. Сколько там метрики входило. Ну, только изменение там вообще для перемештабирования. А сколько здесь, на самом деле, входит, ну, это определяется. По-разному нужно определять. Ну, вообще говоря, нормальная, так сказать, теория кратации саматерии будет в любом случае, хоть какой показатель можно написать, да? Это константное взаимодействие взаимодействие. Это константное взаимодействие взаимодействие взаимодействия. Ну, да, просто некоторые будут. Но, если... Суперсиматичная теория будет только прямо определена в любом случае. Поэтому суперсиматичность теории фиксируют полностью эти показатели, например. Ну, а, с другой стороны, в принципе, вот эти вот действия можно получать, не рассматривая амплитуды рассеяния для струн безмассовых состояний. И требуя, чтобы какие-то растения, те, кто производились, при быте, вот, как они, вот, в большом случае. Тоже можно найти, естественно, согласовываться как с суперсиматичным случаем. Ну, это вот базумная часть, я написал. Конечно, важно... Эфимомная. Просто просто... Ну, понятно, что она квадратичная по цифриньевым полям, в крайней мере, у них будет интересная часть, но, конечно, есть, можно написать, опять же, вклады более высоких степеней. Некоторые, ну, на самом деле, оказывается, что с рамчатой степенью можно подобрать в той же разумеенности. Его надо учитывать в своей сердечности, но остальные не надо учитывать. Вот, говоря автоматичным, значит, здесь нужно взять, например, одну производную, здесь есть в основном индекс. Производная, конечно, вариантная. И, значит, ну, здесь все время три индекса с авторамистями что надо делать. Поэтому, значит, можно здесь взять из гамма-матрицы, такую вот построить ансимметричную комбинацию. Ну, обычное обозначение здесь стандартное, что гамма-матрицей там с некоторым частевым индексом, да, в случае с длинным, обозначают произведение ансимметричного образа соответствующей гамма-матрицы. То есть, поскольку ансимметричный ансимметричный ансимметричный, это не только индексами, да, а индексы одинаково идут, а когда индексы разные, то это можно и ансимметизовывать, да, потому что они ансимметричные ансимметры. Поэтому, фактически, это сводится к тому, что в произведении Выпросили все случаи, когда совпадают какие-то два из записов. Вот. У нас тогда все индексы скращиваются как нужно, верхние с нижними. Вот это внутренние варианты. Собрали. Ну, это вот для рентина, да, для частицы со страниц и, во-первых, как записывается вклад. Конечно, совсем уже понятный есть вклад для поста, частицы с первого, второго. Ну, просто для вариантов производного. Готово. Вот. Но и вкладывайте. А вот я не знал, что я начну описывать. То есть вкладывайте. Вкладывайте. А вкладывайте. Этот у насobra его образовывается. Да. И у нас об urgency надо записывать. Да. Так. Так, если мне нужны. Четыре. Ну вот, собственно, так вот выглядит в самом грумом взгляде. Вообще можно подобрать из условий суперсимметичности и слагаемую здесь четвертой степень. Ну вот это вот действие для супергавитации десятимерной. В самом деле, вот смотря сколько вот этих вот хренионов возьмем. Вообще-то, поскольку мы уже написали рамон-рамоновские вот эти вот цифличные поляки, то есть мы имеем в виду именно рамон-твоечки, поэтому, значит, вот эти гравитина надо бы взять два. Две штуки. Ну и этих тоже, естественно, другой набор спинатаря. Вот. Тогда будет действительно рамон-а-два. Теория. Ну, в зависимости от того, сколько индексов, какой набор вот этих полей. Это а-два. То есть у а-два, 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 у а-два. Ну, значит, так вот это вот сложно выглядеть. Да, есть, по крайней мере для теории типа ВАВ, есть существенно более простой способ записать действие. Какое-то решение о супер-коре? Нет, не совсем так. Вот изначально, так и было записано, первая формуровка, она такая была. Но она самая добрая остается, конечно, до сих пор. Это рассмотреть 11-мерную супергравитацию. Какую? 11-мерную. То есть на 1-шку больше измерности взять по составлению. И тактифицировать одно измерение, как следует колуциклееном. Давайте расскажу, значит, что там в 11-мерии нужно брать. Ну, понятно, что, конечно, метрика, куда она денется. А вот кроме метрики, неизмеренностью презентации, есть всего одно поле. Что ты делаешь? Ну, в бозоновом секторе одно поле, а, конечно, еще и киотина. Вот и все. В бозонов секторе еще есть антиститичные газы, а, конечно, и киотина. Киотина. Уже одно, не два. Уже расширенных супергмитаций один семей уже нет. Уже максимальная возбужденная умильность. Ну, дальше, при квантификации, там можно увидеть, откуда какие моды идут. Если мы нижнюю, так сказать, десятую координату берем в метрике, получается вектор один. А этот, если мю, подвигает до коля до девяти при этом. Если компанировать десятые тосколя поля с точки зрения десяти измерений, оставшихся. И, ну, тензор, естественно, тоже останется. Вот. Отсюда возьмется один антиститичный второго гранта. И что? И один, значит, третьего антиститика останется. А больше, больше выключений нельзя сделать, да? Очевидно. А из спинонов, значит, здесь у нас в одиннадцати мере нельзя, то есть укринчетную размерность на левой правой разделять. Поэтому у нас в одиннадцати мере два, в пятой лицепт-2, так и есть разуменность спиноновых представления. А в десяти измерениях, значит, это, соответственно, расплодается представление на правые и левые спиноны шестнадцатисемерные, мейроновские. А мейроновские условия можно в одиннадцати мере наложить. Ну, как раз эти данные, как сфиксировать на эксплуателе, да? Ну, или на эксплуателе? Ну, эксплуателировать можно на чем угодно, но для десяти измерений там просто одно измерение надо эксплуателировать, и поэтому, значит, там уже выбор совсем небольшой. Ну, можно накалечивать, да, можно как-нибудь. Оно же, ну, как бы, у тебя же дом опять, это же, ну, как бы, это же отражение, а в нем есть два отражения. Ну, это же так, что, ну, как с керальностью, там же нет керальности. Ага, ага. Вот. Вот это симметрия. Да. Нет, естественно, и, естественно, и стемерия. Мне надо, ну, вот это дополнительное наборное измерение, это надо поделить на симметрию, которая единица этой гамма-матеси. Дополнительные. Ну, вау, нет, ну, все, способ есть, короче говоря, такой, что десятое измерение, это некоторое колечко конечного радиуса, от него ничего не зависит. И тогда, в общем-то, ну, фермионы просто представление спадается, там, на два, которые правые и медные вместе. Ну, и это соответствует как раз тому, что есть два теории. Ну, у тебя же противополитность ученых связь с вещами. Ну, нет, ну, не распадется. Если ты не поверишь колечко на отражение, ну, вот, за камину сзади в дополнительном измерении, ну, такую симметрию, тогда у тебя не предпадется? Нет, ну, почему? Ну, вот, если посмотреть буквально на набор этих гамма-матес, там, с лишним, а на самом деле личных гамма-матеси нет никаких, да, потому что, когда на чётной и нечётной размерности, здесь гамма-матесы все те же самые, что в предыдущей чётной, да, приперутся, и только вот нельзя наложить вереское условие. А вестимире можно наложить вереское условие, поэтому там есть и правое дело. Больше ничего не надо делать даже. Ну, тем не менее то, что, вот смотри, каждая гамма-матрица есть... Нет, конечно, просто в качестве, так сказать, этой последней гамма-матрицы, здесь еще десяток измерений, просто там, углубая, гамма 10-12 гамма-матрицы, да? Ну да, но вот, я тебе хочу сказать, что у тебя, у каждой гамма-матрицы, есть генератор отражения, да? Угу. Вот. Поэтому, поэтому у тебя в 11-мерии, вот этой последней матрицы соответствует отражение с 1-зад. Угу. 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 Ну, если у тебя многообразие, которое ты в этом букте фиксируешь, оно синетричное относительно с 1-зад. Угу. Ну, с 1-зад. Ну, с 1-зад. То есть мы с ними то, что... Свои здесь говорят, это нетривяемое отображение. Угу. Угу. То тогда у тебя, ну, нет, не расходятся. То есть я не думаю, что у тебя, ну, киральности не будут сохраняться, мне кажется. Нет, ну, вот это, конечно, интересный вопрос, что там будет, если компенсировать на что-нибудь более сложное. Ну, тут все-таки, и, конечно, это интересный вопрос, но когда число измерения компенсирует все-таки больше одного. В одном измерении, что там, какое колечко можно взять, реально? Так, из фут. Надо из-за отрезок. Потому что это отрезок? Да. Ну, может быть, да, тоже интересно, но это что-нибудь другое получится. Не вот это вот, два теоретика. То есть пока и ограничимся. Но что получится там при конфиксировании на, так сказать, отрезок, это, так сказать, отдельный отрезок на русском. Ага. Сейчас будем заканчивать. Ну, тогда мы, ну, чего договорились? Договорились до, значит, действия вот этого, некоторого. Собственно, знаешь, по-моему, суперсиментично, да. А, ну да, вот что лицемерное, вот это вот, герметикация может помочь, значит, записать это действие, которое само по себе сложное. А вот в случае два все-таки его можно будет квалификацией получить. Ну, для 2b такого трюка нету, с той же хорошего, но, правда, вот, у некоторых есть трюк, связанный с двенцемерной теорией. Некоторые его конфлицировать можно. Правда, там есть проблема, что реально такой вот, с правильной ассигнатурой нет. То есть наша ассигнатура несколько, что там, с двумя номинами. Но все равно, там, для получения действия можно спросить вот такой пример тоже. Ну, а на сегодня, достаточно, мы что-то поговорили после реабилитации. Наверное, в следующий раз, вот, поговорим, какие там решения есть. Какие решения есть? Во-первых, я просто хочу дальше поговорить про некоторые решения, которые, в принципе, там могут быть. Показать, так сказать, для обзора, так сказать, именно в реабилитации. Ты просто про реабилитацию будешь говорить именно та, которая из трюк получается. Ну, да. Вот. И, ну, потом, это у нас все-таки дает связь с тем, что спектр, а дальше все-таки это соответствует, типа, безмассовым модам. Ну, и дальше, на самом деле, что можно еще делать? Эхвопутный прием – это рассматривать в этих внешних полях, соответствующих безмассовым частицам, можно рассматривать движение струн, уже не в космопространстве, а вот таком вот, с добавлением вот этих вот безмассовых мод. И дальше мы можем рассеяние рассматривать таким образом, как они звучали со струной, можно его вывести, в принципе, да. И я вот хочу через это немножко показать, как там написать оттуда рассеяние для струны. Так, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...